Там нет. Просчитайте, вот такое совещание было с того раннего воскресенья. Одной жизнь, там нет. Одна жизнь, там нет. Только в детстве, одной, одной жизнь, там нет. Ну, дайте, Аняль, пожалуйста. Там мне фотографировалось. Ну, кто у кого-то есть, опускайте. Ну, у вас же есть фотографирование? Это же своим, которые уезжают. Ну, у вас же есть? Это для тех, для каждого, кто уезжает. А, это для ребят? Нет, это для воспитателей. Мне это больше не будет. Я каждому даю на руки документы. Сейчас я телефон принесу. У вас не фотографируют, да? Да? Не знаю, что тут. Никак? Маленько подержи, чтобы не хлопал. Держи вот так. Это документ, имеющий юридическую силу. Угу. Общий на дороге. Мы в правом отделе юстиции. И мы правим принимать такие решения. Самое лучшее наше оправдание, это 44 года. Ни одного больного, ни одного побившего. Все. Значит, нормы, которые дают, они не дают полной гарантии безопасности. Тем более, это лагерь стан, то есть передвижное. Люди, когда к нам на нас пытаются что-то, к нам ничего не относятся. Ни пожар, ни какая. Это как палаточная, мы поставили просто. У нас 18 лет от вас сжигали. 18 раз. Здесь? Да. А теперь, ну и вот, как потеряка началась строительство, 25 лет стоит на месте. Но это лагерь стан, его регистрация, ее статус. На нее никакие нормы не распространяются, кроме последнего результата. Все живы и здоровы. Ничего себе. Так, Сережа. Ага. Ой, ой, ой. Посмотрите. Вот посмотрите, вот сейчас такие деревни принесли. Вот, пожалуйста. Ни копейки, одна любовь. Вот Любовь Ивановна пришла, она даже не знала, что у нас тут люди. Пожалуйста. Чем лагерь жив? Я зелень готовлю сам. Сам ее толкую, сам режу, добавляю компоненты. Будовую крапию, вот там, одувальчик. Это особый вкус. Можно я его обратить? Так, надо вытащить, иначе блеск будет. И вытяжи. Так. Давайте вот подержим. Люба, подержи за тот конец. За два. Вот за тот и вверх и вверх. Ну вот, если начальник Владимирович, то все телефоны. Теперь я Миша сделаю. Ну, вам надо переписать. Потому что одного не могут их сверкать. Вера, откровение Божье. Ни начальник, ни обслуга за 44 года не получили ни рубля. Ни рубля. Так вот. Ни одна организация не работает. Так надо все построить. Даже инструменты тот за свой счет. Но мы молимся Богу. Наше отличие от людей только в этом. Вот она проводит занятия. Он с 97 года. И не получает ни копейки. Учитель местный. Ну, от государства. А что у меня за деревья? Еще раз. На телешке? На телешке. Вот она беременная. Брали они в пруду. Брали молоко и брали в колодцы. Милости просим. Проходите, берите. В колодцы надо пройти. Возьмем? Давай, ага. Воду уберем. Где мы воду берем? Посмотрите, какая вода. Они попили все. Даже откроем, покажем зал. Игнатий Тихонович, я хорошо. Мы сходим туда, посмотрим колодцы. Ваши, кажется, почти на костер попросили сходить. Состояние его. Дело в том, что если вы разрешите, мы хотели воду здесь отобрать. Берите. Пожалуйста, пожалуйста. Как вам удобно, так и делайте. Готовую пищу, когда он приготовит? И готовую пищу. Берите готовую пищу. Вот две пробы возьмем. Хлеб возьмите. Спасибо большое. Да сам печет, Володя печет. Спасибо большое, спасибо. А хлеб-то отличный просто. У нас ребята это золото. Ну, мы не сомневались. Вот она пришла, скинула все, пошла. Не спросит ничего. Почему она для Бога делает? Для Христа, которого верила. Да. А? Житель. Вот она приехала из Хорщина. Одна женщина. Одна одинокая. Две коровы держала. Кажется, шесть овечек. Двадцать норов гусей. Там шестьдесят куриц. Пчел. Одна. Значит, можно жить. Мне кажется, у нее восемь пород только куриц было. Она любительница этого. Одна женщина без мужа. А то с мужиком и спорхались. Не знаю. Вот Игорь Барабаш приехал. Ничего не было. Три шесть крупного рогатого скота. Землю приобретает еще двести гектар. Это его гречка. А вещи кому сколько-то? Да кто их считал? Я стираю на стиральной машине. Вот видите, вывешивала и стирала. А у вас активаторного типа? Да, да. Обычно. Не автоматически активаторного типа. На минуточку выйти сюда. Гляньте. И ветер захлопнул. Видите что? Российский флаг. Такого флага не было за семь тысяч с половиной лет. Вне временной, вне национальной, вне конфессиональной. Это дар Божий. Я в милиции много лет вел занятия. К краевому ВД и городском. И спрашивал, что означает русский вот этот трикол. А мне один не может объяснить. Разные французы никакого отношения не имеют. Нижняя это кровь, в которой рождается человек. Мусульманин он будет коммунист, фашист. Не имеет значения. Все одинаково. И война дальше. Должен думать о небе. И третий. Белый престол. Суд Божий. Все мы представим. Как писал Рерманков. Есть Божий суд на перстнике развората. И вот русский флаг. Без всяких этих куриц там двухглавых. Это лучший флаг в мире. Дар Божий. Такого флага не было и не будет. Он один на все времена. И поэтому мы выставляем только по воскресеньям. И сегодня ради того, что по указанию президента это делается. Мы каждый день молимся на президента. Видели наш лозунг какой? Вот сейчас посмотрите будет как. Минутку. Позовите подробности. И в чудесный край. И в чудесный край. И в чудесный край. И в чудесный край. И дивный город, и дивный город, за собою приведет, за собою приведет, я вам ее не спел, но она очень красивая, она понравится. Так, и последних лет всего лишь четыре срока, сейчас ли ты, когда Господь с тобой, Господь с большой буквы, сейчас ли ты, запитая, когда Господь с тобой. Ну вот давай сюда, с большой буквы. Так, внимание. Садитесь отсюда. Так, давайте наш лозунг. Внимание. Россия должна встать! Россия это мы! Вот и все. Теперь бери их, за рук двадцать. Это новая Россия растет. Знает кто президент, кто премьер-министр, кто губернатор, все на них накапано. Кто телефон, кто интернет, в их школе трудно говорят. Вон блогинский. Это не слова, это ежедневное подтверждение. Давайте сейчас займешь, пять лет. Иисус, спаситель, ты звезда моя. Среди дня, после еды. Он, Отец, и утешитель твой. Тоже с большой буквы. Отец и утешитель, с большой буквы. Это Господь. Еще дней пять уже, они знают, что такое погода. Он, Отец и утешитель твой. Точно. Иисус, спаситель, ты звезда моя. Большой буквы, спаситель, звезда с большой буквы. Кстати, я вам уже сказал, что эфилемская звезда, звезда с большой буквы. Спаситель еще. Как прекрасная истина твоя. Прекрасная истина. Как прекрасная истина твоя. Твоя с большой буквы. Ночь приходит. Послушайте, начальник. Пока ничего не поете, а то вы не знаете. Ночь приходит. Подними глаза. Миллиарды звезд на небесах. Только среди них одной звезды там нет, от которой днем и ночью свет. Этот свет, надежда и любовь, вера, откровение Божьих слов. Счастлив тот, кому в его пути всегда светит. Ветхилемская звезда. Ветхилемская звезда. В моем доме она, в моем сердце она. Ветхилемская звезда. Ветхилемская звезда. Ветхилемская звезда. Он отец и утешитель твой. Иисус спаситель, ты звезда моя. Как прекрасна истина твоя. На этом доме она. От печали и низок о гради безбележен. И в чудесный край, единый город за собой прийдет. В моем доме она, в моем сердце она От печали и невзгод, а грани ты сбережен И в чудесный край, и в длинный город За собою ты идешь Повторяется За собою ты идешь Хорошая песня? Да Это конечно на Рождество Давайте сначала, может выше нам взять Потому что для вас как бы низковато Для моего голоса вообще нормально Ну давайте, все нормально Что это такое? Ночь приходит За собою ты спрятанец Над которым днем и ночью свет Повторяется 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 Женщина Повторяется 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 Для Для В июня На плитке это если братья уж вечером Ну, можно, если захотят, или нельзя? Я не взрослый. А дети? А дети что, они по расписанию питаются? А если я говорю, что если ребенок захотел побольше, то ему нельзя будет детей сказать, что я хочу есть, дать его есть. Нет, конечно, если он будет сильно хотеть есть, мы, конечно, не дадим с головы умереть. Это исключено. Смыло возьмем? Мыло? Смыло. Давайте мне стакан, ложку, чашку, из которой детки кушают. Хорошо. Пожалуйста. Пожалуйста. Ложки. Ложка, вот. А, рукава. Ну, да. Еще по одной, кушке, чашки, принесу. Еще по одной? Сейчас, сейчас, подождите. Это вносить. Помыть, помыть, помыть. Обязательно, обязательно. Я прям тут поставлю. Еще принести что-то? Давайте еще ложку, чашку. Давайте еще ложку, чашку. Ну, а это, сейчас попоем. Его нужно с вашей, да, с лестницей? Самый популярный. Еще доченька. Еще доченька. Что-то здесь показывает. Слова. Пасхальную песню. Кружка. Дождь, ну, можно пойти? Нет, кружка. Кружка, кружка. Я стакан написала, ажи кружка. Кружка. А вы снимаете, а потом куда он там все снимается? На канале будет выражание, на этих минутах. Можете посмотреть. А где, на каком? Канал «Восвете Библии» называется. Канал. YouTube. Закройте, напишите себе YouTube. «Восвете Библии» наберете. «Восвете Библии». Православный канал «Игнатия Лапкина» «Восвете Библии». Кого? «Игнатия Лапкина». А, это… Да? Лапкина. «Восвете Библии» «Игнатия Лапкина» вашему ребенку для вашего разрешения пожалуйста спросим я не думаю что у вас ребенок поиск 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 за счет 44 года не дал повреждения в отчет в ninth женщина хочет своему ребеночку показать где у нас дети спят если вы не хотите зайдите посмотрите пожалуйста а где ваш ребенок кто хочет посмотреть зайдите вы хотите снять на видео снять пожалуйста Дед, спят, деточки. Давай. Да вы потом можете показать ему на канале, он все увидит, где спят. Или сейчас, или потом уже не знаю. Ну, разрешил вам, Агнатий Тихович, пожалуйста, заходите. Подождите, Сергей Павлович, выйдите, пусть покажется. Да, заходите, вот тут вот обувь не можете, если хотите пройти дальше, вам нужно. Покажите, полочка у нас для обуви, еще для лебедей. Лабуда такая, бомбочки для вещей, крючочечки. Вот для вешалочек, видите, у нас. Прохладненько, красот. Моему сыну тоже здесь, вот ваше здесь с вами, потому что, а мой тоже, к вечеру домой надо. Моему сыну тоже здесь, вот ваше здесь с вами. Лабора, ваше здесь с вами, да. Моему сыну тоже. Ну, тихо, дыха, 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 дыха. Они совсем не знали, не знали, не знали, Коловшими обольнями, вольнями. Если кто-то смеется, не влечите отмечать. А здесь? А здесь? Это тоже Келя, но здесь сейчас кто-то лежит. Пока что. Но если будет у нас прижал, а семья, если будет у нас, то да. Представьте, это будет прижал. Матерь, это сын, и спас меня в отчете. Более, аллилуйя, 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 Иисусу, аллилуйя, аллилуйя. О, как ищи, и спас меня в отчете. Мы не были в отчете, но в отчете, Боя, свои кровати, приятно, убили мы. Мы будем меня убили, а мы совсем не знали, Не знали, не знали, кого тебе приняли, приняли. Иисус Христос смирился, и в отчете родился. Ангел в небе? Ну, может, Лагерстан повторим? Давай! Что мы делаем? Может, вы заберете полетными часами? Давайте, пожалуйста, давайте. Давайте спросим, Словак, где? Для гостей давайте Лагерстан. 242. Нет, 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 ну пусть. Это край, они постарше, а вы будете поспевать. Повторим? А раз они были рядом, значит, все поспесмотрим. Священники приезжают, а нам надо скрыть. В то время Союзская власть не одобряла это. Мы копаем подвал, но так сделать, это не шейфер, ничего не было. И опять заваливаем, и сверху уезжая, ставим тыщинки, ну, сухая конопля, допустим, или что-то здесь. Подвал скрытый, но когда мы уезжали, тут КГБ орудовало. Выезжаем, мы сожгли обувь, не закопали. Нашли, где сожженную обувь, дальше не нашли. Подвал нашли, копали ночью, бедрами, длину. Ну, вот они нашли, раскопали, и туда дверь, вот. Но это все в газетах, в фильмах показано. И дальше дрова лежат, вначале дрова выкидывают. Не кидывают, а там бревна идут, а бревна тяжелые. И дальше будут говорить, когда раскатывали, когда Ехимыч говорил, ленивые они, а они не выбросили бревна. А под бревнами земля. Но если бы щупал вначале, они бы почувствовали там дерево в одном месте. А чтобы это не было в одном, где вход туда вниз идет, мы сделали их в разных местах. Они одно вскрыли, там еще нет, второе, еще нет. А третье не вскрыли. А если бы вскрыли, они нашли бы обыкновенный деревянный, такой вот сруб, подвал, и там картошка. А если бы картошку выбрали, тогда стена поворачивалась в другом месте, открывался тоннель с соседями. И дальше церковь. Никто не знал, это ночами, бедрами задыхались. Это подземная церковь называется, катакомбля. В одном месте мы нашли, вот в этом месте, борсущая нора. Дальше мы все это раскопали, там, ну, просто настоящую церковь сделали. Опять зарыли, и через борсущую нору расширили. Трава в разном месте наступать, чтобы не примять. И там продукты, все было, можно было спать. Приезжающий человек, его никто не видел. Называется травматемная церковь. Ничего там не было, молились. У меня шесть хронов было. И ни одного не нашли. Вот дети идут, нам надо, что... Дети-то это не просто, и зарыли. Доходя до какого-то места, завязывали все глаза. Я вам рассказываю, как. Доходя там, начинали работать. Дальше не видно, там, какие заросли. Уходя, опять завязывали глаза, один проводник. И поэтому, когда нас об арестовали, никто не знал, где я был. У них коллегов всегда говорят, вам бы только у нас работать. И мы сохранили русского человека. Смелого, подвижного, родолюбивого, самоотдачного. Вот у нас юристы, они кто работают. Поэтому вы его контролируете, он же скопил. Позвоню, он тебе пообещал, что сделаю. Ну, интересная история подвала. Посмотреть, да. Ну, интересная. Видите. А? Сейчас ничего нет, только верхняя часть. Остальное завалено. А, то да. Завалено, потому что вода поднялась, началось обрушение стен. Мы заранее обрушили, все. А теперь там как холодильник. Времена изменились. Такой свободы, как сейчас в России, ни в одном государстве нет. Америка свалится, там ничего подобного нет. Анатолий Киев, как всегда. А? А, то да. А, то да. А, то да. А, то да. А? А, то да. А, то да. Что может быть круче Йоу Сибирь Рановозной куче Что может быть круче Йоу Теперь никто не спит Наша Йоу всех разбудила В конечном числе Давайте от его Сибирь Так, ну вот так Быстрый полет Мы вас уже давно просили Да, но вы А где Екатерина Зисенкова? У нее сборник там Что же это? Там нету Нету этой Мы близок на Сибирь Закрыл уже не найден У Екатерины Василькова Она Быстрый полет Быстрый полет В оглавлении Эй Вот если Василиса Ну, бери, я тогда пойду А тут есть Или Витя? А тут есть? Правда, я не вижу нормально А где есть? Зарядно Связка А где пусть ими очень красиво А где поютными часами Люба, пусть каждого я не жди Вы ее пронесли на тарик Жизнь ваших руководить Пусть Пусть Через веру привить? Никак, он не верит. Но привить? Никак нельзя. Вера – это дар Божий, небо. Ну, я понимаю, у каждого есть вера. Если небо не отвечает, все закрыто, ничего нельзя сделать. Я знаю, о чем говорю, в пяти тюрьмах был. Разные люди были везде. Если он верит, может… Ну, бывает, он не верил, замдиректора Рыбийского завода. И у меня обратился прямо тут же, в лагерь, покаялся. Не в лагерь, а в тюрьме еще где-то. У него другая жизнь началась сразу. И первое, что я ему сказал, Володя, ты же урал, наверное? Да. Почему так? Я, как начальнику КГБ отвозил. Кто другая? Ты должен все рассказать. Вызвай прокурора по надзору, возобновись заново. Покайся перед ними, что ты лгал. Да ко мне тогда отец, знаете, мне тут 10 лет дадут. Вот сидишь, но по душе свободно. А ему, я не знаю, года полтора или два дали только. Потому что там зацепили до первых секретарей. Какие дела? Для Бога. Обычно к Богу обращаются, когда трудность у кого-то какая-то, понимаешь? Обычно. Да, обычно так вот идут. А вот так люди как-то не обращают. Но идет все на самотел. А у меня наоборот. Представьте, я в морфлоте служил, поступил в мореходное училище. Добиваюсь разрешения сдать три курса за год. По выбору комиссии на английском, немецком или французском. Понимаете, для меня какой простой. Я спортсмен. Я спортсмен. В это время я получил Евангелие. Работаю на корабле, учусь. Все. Обо мне нельзя сказать, мне трудно было. У меня все двери были открыты. Я их все закрыл. Добровольно пошел. Я избрал Иго Христа. И с ним пошел. Понятно. Тут ко мне никак это не подходит. Совершенно. Есть книга такая, для слова Божия не туз. 752 страницы. Два священника пишут мою биографию. Она из одних документов. Из одних документов. Здесь, зарубежная печать. Решение краевой администрации. Как надо мной шел суд. Кто что говорил, тайно записали. Пленку отослали во Францию. Там напечатали русское слово. Пришло суда, мы уже перепечатали. То есть, слово в слово. С двоей точью. Поэтому, когда я приехал в Америку, меня спрашивали, а как вам КГБ помешало? Я говорю, никак. Они меня сделали известным. Поэтому, у меня было приглашение за их счет. В США, в Канаду и прочее. А я только вернулся. КГБ сразу приехали домой. Так он живой вернулся. Я говорю, живой. Милостью Божией Кесаря. Все. У меня очень хорошее отношение. Которые в КГБ курировали. Приезжали книги. Покупали с начальником кюрьмы. Начальник кюрьмы. По-христиански. Следователь обратился. Мне Бог дал власть над душами людей. Говоря о христе. Они увидят, что абсолютно прозрачная жизнь. У меня только дает визитка. На ней больше пяти тысяч наших роликов. Да еще сколько отзывов там. Вообще тысяча. Мы хотим, чтобы люди знали Бога. Добрый день, батюши. Добрый день, батюши. Познакомься ближе, священник. Так, это мой брат. Смехный наш священник. Одесса, пожалуйста. Здравствуйте. Ваши священники, друзья. Всем пока. Вечная слава, Вечная слава. Ха! Он нашим шрамом, softlyît信слах, Вечная слава. Ну, взаимно. Сделали мостик. Три взяли? Четыре. Четыре. Хорошо. Обкосили там все. Обкосили все. Обкосили все. Братья наши, ваше. Братья наши, ваше. Вся. А вы это знаете? Ну, отлично не знаю. У меня уже там стоили. Мне приходилось сидеть, камеру для отдела не видно сидеть. Приходили для шансов работы. И милиция, настоящая милиция, они такие менты, мусор там, то другое. У меня просто человеческий облик. Это Бог так делает? Вот мы были, я говорю, в Чечне, только не ездите, голову режут. А мы были три раза, и никто не резал, а встречали нас, как будто мы родные братья. Бог, я доверяюсь, и Бог так располагает сердца даже врагов, если тут человеку угодим Богу. Что-то там пишут. Меня это совершенно не касается. Просят вас бумаги подписать? Нет, я ничего не подписываю, скажу право. Там противопожарная безопасность, анти-эрф. Ничего не подписываю. Я не подписываю. Противопожарная у нас что, железо и земля, тут и гореть нечему. В деревне там, да. Там сено у них. Баня. У нас баня на территории деревни. Ну, просто даже глянуть, что тут гореть может быть. Ну, тут подпись поставьте, чтобы отказались. Я не подписываю. Вы, пожалуйста, это учитывайте, что я просто не подписываю и все. Не согласен, не сказать, не даже и говорю. Я открыл все двери вам. Скажите, от подпись отказался. Вот первый, который документ, что там написано, вот от имени президента, там я подпишусь к назначению. Из уважения к президенту. Так, ну еще члены комиссии. Максим Николаевич. Какие анализы, чего брать вы, ничего не забудьте, чтобы все можно было потом показать. Еда, там все пирожки эти. А когда сильно комары, мы сделали, видите, где обедаем. В палатке сильно травой заснули, тут обедаем. А отдуваете терком комаров. Я не знаю, вот это подряд. Привет, это генерал-полковник. Примерно равносильная военная единица. Старший прапорщик. Старший прапорщик. Или младший сержант. А вы мне прям генералы. Ну, насчет новое. Я не знал, что он встал на 4-30, и это открыл, и пошел в лагерь. И мне, наверное, уже через 30-30 или 5-30, и я не подумал. А сегодня я в 8-30 открыл. У нас не приняты носить погонщики. Никто не носит. Разрешено, в общем, только 4-м человеком. Юристу и 3-м врачам. То есть везде нужно поступать разумно, что мне не нравится. Дело не в погонах, дело в соответствии. Они лают, визжат, и они редко начинают днем. Но когда вечером, ты где-то занимаешься. Мы вчера ходили с Сергеем Шановичем. Нет, здесь на пруду. Да, здесь на пруду. Она может, чуила там. Ты палки на этом году бросала, а не прыгала? Да. А, нет, а визжала, это, егошная собака, Сергея. Он тоже. А она сейчас сейчас. Ну, мои, это, а охота, страх, и она визит. Что для себя она накачивает, что давай, давай. А моя-то там уже беспокоит прямо от... У нас тут было нападение в пещерное время. А это мало. Ничего не задел. Сильный, крепкий человек. Ну, у нас еще более серьезно. Скрутили. Руки к ногам сзади. Кленовой ремень я его отпорол. В машину загрузили, отвезли милицию. А на утро он приехал просить прощения со свидетелями. Я не знаю, что со мной было. Калмогоров. Срок вообще. Все. Он больше ни разу тут не приезжал. Я не знаю, что со мной случилось. Я не знаю, что со мной случилось. Как-то бесился. Зачем тебя запернул сюда? Ну, у нас ребята крепко. Глухонемой его, дети, он кричит. Тамильский тигр завел. Не забыл, что мне его пастущили. Глухонемой, он не забыл. Вот теперь ребят срочили. А-а-а. Что сроки переносили? Мы его срочили. Вот так руки привязали, притянули. А так первое время я его начал ущить. Я не выполняю обязанности. Я сам с Катникова. Помните, который по солярке-то подходил? Мой персонаж. Ну, Афонина вы тоже знаете? Ну, конечно, Евгений Николаевич. Приезжал, как-то цыгане на нас тут навалились. Он сразу тут среагировал. Я знаю, есть, которые роды стимулируют, а которые течут. Вот эта рынка была у меня, она только два рапомета принесла. И больше свободно все у нас были. Не надо доказывать еще. Я не знаю, потому что свободно она. Она вот два рапомета принесла и больше все, течку не видел. Не видел и больше она не приняла ничего. А, ни разу по месту я не видел. А у вас ни разу не было охоточников, и вы, конечно, я вас понимаем. Ну, я не знаю, не знаю. Ну, я тоже, как и вы не охотники. Про таблетки, а вот собаки попривались с целью. Прям гуглите в интернет. А ну, что, если отрус был дэй, а сначала он был, спросил. Нет, дечки у собаки три года. Ну, что ты что-то подскажешь? Или там препараты, вызывающие дечку, вот такие вот. Смотрите. Может, что-то мы делаем не наполнение, я же. Я, я. У меня было кубак, который ел очень. Она еще не раз ела. Какое-то еще. Я уже поднялся. Я уже поднялся. Накинул точек, причем, ребят, их темно. Деревья, вот такие вот швами. Может, кому нужен воротник бобровый? Некоторые слабых убирал, все, которые есть. Как шалякины. Шуба. Один раз. Когда это были, альгатор, но... Ну, домашних. Не было. А я первый раз увидел, и говорю, ребята, тут далеко нет. А синки сперите их, вот прихормите. Надо выживать. А когда они начали долбить нас, и все, все грызут подряд. Теперь уже по-другому обходу там завязну. Ну, прям, есть берег источник. Дамба идешь, вот такая, провал. Все это сейчас опять по-новой делаем. Весной вода через наруб прошла и завала. Ну, там потихонечку она расхочет. Ну, да? Да, он почти до конца дошел. В Эстонии охотятся, они изнутри решены. Где-то, может, покажут. Ну, не знаете, кто это, Апонец или нет? Нет, он на пенсии. На пенсии. Сейчас мы по-новому. Да-да-да. Ну, пенсию, что он не оставлял на месте. А это с кофером, это хорошо. Да, решение такое же было. Водитель? А где он, это шерёпо тоже взял? Я с ним сегодня, первый раз уже поспал. Ванитарский человек, дома. Да? Сказать, сказать. И вот, не знаю. Шофёр. Он не простой человек. Да, ну, ну, у меня. Хороший стал? Хороший. Хороший. Я не беру там на месяца вперёд, но на сегодняшний день его вопросы показывают, что он... Вы знаете, что человек хочет? Вот тебе вместе надо купить. Я не беседовал на другом, я ещё на то, что он там спрашивал. Вопросы все по делу, видят, что он живой, интересен. Не могу сказать, не видел. Я не могу сказать, что он живой, но я, в общем-то, сделал непривычно. И продать проще весеннее. Болезни там нет, не гаснет там свет, Иерусалим. Там вечно живут, там песни поют, Иерусалим. Иерусалим, теперь я стремлюсь, с тобой я сольюсь, Иерусалим. Иерусалим, теперь я стремлюсь, с тобой я сольюсь, Иерусалим. А мы как невеста в Иерусалиме поем, ничего не делаем. Давай, давай, зайдем там. Батюшка говорит, он сейчас трудом занимается дорожной. Ну, как выборы времени, я приеду. Так что мы будем ждать. Мы были в путешествиях. Я вижу, что здесь все в мире. Я вижу, что здесь может быть все в мире. Устануйте. А я вижу. В общем, что можно сочетать делать. Они говорят, что у вас это станет, они не являются препятствием, что мы делаем. Я поняла, поняла. А вы получили это? А вы делаете лагерь станет. Понятно. А вы все документы, которые я вас запрашивала? Я пока перемещаюсь туда, сюда. Поеду там захватить, дождаться надо будет. Там может быть что-то скажут. Батюшку подойди послушаем. Ясно. Вот они на машине садятся. Покажи сюда звание, погоню, чтобы это дать. Вы приехали из Гришинской, а? Ну, или на Украине. Она объективная вещь. А, ну, все понятно. Ага. А, ну, да-да-да-да. Давайте, да-да-да. И что, сапоги снимать босиком? Ну, босиком. Нам надо перевезти туда материал и подготовить. Только кругом ехать. Объезжать вот. Надо сделать серьезно, чтобы можно было ездить. Ну, никто сейчас не сделает. Самое, что придумали, это правильно засыпать. И когда уже пойдет там машина, с той стороны, откуда вода идет, дамба, блоками, может кран нанять, как молд разбивающий. Нет, я не понял. На тот момент, когда вы обработку проводили полей, у вас же были люди? Когда? Когда? Кода четыре назад, Игорь заделал, заваливал здесь. Ну. И тупо дело заваливал. И ездили. Ездили, а дальше? Ну, вы тогда все это... Так мы говорим о том, чтобы сделать дни. Не вымывало. Чтобы она стояла все время. И делать вот таким вот, это все, там, горную реку. Ого. А, как бы, если у вас вначале обрабатывали, может быть, какие-то деньги платили. Это Кадниковский. Или советский? Нет, ну, Грисов, это приятный. Он сейчас и наш, мыль, не матом. Ну, он. Вот так. Что-то у них что-то не хватает? Ну, потому что все есть. Они говорят, что им... Ну, те, которые прилегают. 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 Сколько не тратит. И зарегистрировано. Чтобы в случае чего, с кого спрашивать. Нет, спрашивать с кого больше. Напишите. А вообще, вы размещали где-то информацию? Как-то вы оповещали у людей, что у вас будет проводиться обработка? Неправильно. Аркадий Павлович. Ну, давайте, я сейчас, знаете, что-то занято не могу сильно разговаривать. В общем, вы давайте спешите то, что я у вас в допрос сделала. Конечно, конечно, еще можно тогда. Вы как будете, высылайте электронку или... ...и... 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 ...поете? Продолжение следует... 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 Продолжение следует...